За последние пять лет число местных товаропроизводителей в Югре значительно выросло. Стало больше и тех, кто производит полуфабрикаты, мясные и овощные, перерабатывает дикорусы и производит продукты здорового питания. Некоторые в отрасли не новички. К примеру, производитель молочной продукции в Урае имеет более полувековую историю. Неоднократный победитель конкурса товара с земли югорской. Селикозопредприятие – одно из ведущих в округе. Молоко, творог, масло, сметана и другие номинования производятся по ГОСТам. Уральская продукция поставляется в четыре муниципалитета региона – Хантамансийск, Нягонь, Югорск и Советский. Стабильность бизнеса и востребованность продуктов – следствие его качества. Сырьё поставляется с местных ферм. На наше предприятие «Агроника» ежедневно поступает молоко-сырьё сушье. Ежедневно мы проводим анализы, входной контроль. Также в ветеринарную лабораторию отправляется партия молока на экспертизу. Как стакан тёплого молока, так и свежая булочка навевает ностальгию по детству. Именно такие чувства вызывает продукция «Хлебопекарен» у жителей Лангипаса. В городе их четыре. Производители ежедневно обеспечивают потребителей свежей выпечкой. В месяц их производят порядка 434 тонн хлебобулочных изделий на любой вкус. Всего около 50 наименований. На каждую смену у нас в двух полноценных пекарнях работает 8 человек. И это пекари, кондитеры и кухонные рабочие. Ежедневно мы замешиваем тесто, около теста на 150 кг. И из него печём хлеб, разные булочки, пирожки, торты. И у нас продукция мы выпекаем на один день. И она всегда у нас свежая. По статистике, в среднем каждый житель Лангипаса съедает в день 250-350 граммов хлеба. Продукция популярна среди жителей всех возрастов. Люблю за то, что он вкусный, полезный. Ну и, как говорится, всему голова. К хлебу, я считаю, нужно относиться с уважением. Потому что в голодные времена очень много людей спас этот продукт. Вот, поэтому к любой еде нужно относиться к уважению. Сейчас у нас очень много в избытке, я бы сказала, продукции. Но мы относимся как потребители. И, наверное, это самая главная ошибка нашего общества. Потому что хлеб всему голова. Говорят тоже не просто так. Вот вообще закваски есть, которые хранятся тысячи лет... Ладно, вру, не тысячи лет, а сотнями лет хранятся для того, чтобы произвести хороший хлеб. То есть, ну, с хлебом на хлеб можно чуть-чуть намазать, вкусненько покушать. О, это сразу детство вспоминается. Когда бабушка отправляла покупать булку хлеба, она стоила 9 рублей, булка хлеба. А ее только-только 10 утра привезли. Ты берешь вот эта корочка, она пахнет детством. Не хлебом единым. Производители Югры осваивают самые разные ниши. Таежные дары славятся далеко за пределами региона. И во многом это благодаря местным бизнесменам, которые заготавливают грибы и ягоды на экспорт. Включаю кнопку. Вот это делаем. Индивидуальный предприниматель из Покачей Ольга Клищенко не стала останавливаться на переработке традиционных дикорусов. Наряду с грибами и ягодами она заготавливает шишки, хвойные побеги, ягель. Свою продукцию не раз представляла на различных выставках. В этом году побывала в Москве и китайском Шанхае. Наша фишка – это мох, ягель, где узнаваемый продукт. Его хотят, его пробуют. Мы очень много везём по нему аннотации, люди охотно общаются, охотно пробуют, дегустируют. Мы очень много везём на дегустацию, только после того люди уже ждут нас в следующий раз. Потребительское мышление за последние десятилетия заметно изменилось. Люди стали более осознанно подходить к тому, что они едят. Касается это и десертов. Диетические сладости без добавления сахара, которые могут употреблять и диабетики, набрали большую популярность среди жителей Коголыма. Это чизкейки. Так они выглядят уже в готовом виде. А это заготовки. Им нужно пролежать в морозильной камере 5 часов, после чего мы их можем погружать в шоколад для придания им товарного вида. Так выглядит этот процесс. Шоколад мы используем без сахара. Добавляем в шоколад кокосовое масло для текучести и арахисовую крошку. И вот так наши чизкейки выглядят на мороженое, что очень нравится детям. Это один из самых популярных в наших десертах. За сравнительно небольшое время работы кондитерская добилась больших успехов, но не обошлось здесь и без поддержки. Это было при помощи поддержки нашей администрации. Мы написали бизнес-план и выиграли грант. Собственно, так и начался наш путь. Наш цех работает уже чуть больше трех лет. Ежегодно предприниматели участвуют в выставке, на которой демонстрируют более 200 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа свою продукцию, в числе которых обладатели знака сделаны в Югре. Бренд «Лучший товар Югры» открыл потребителям региона других субъектов России уникальные югорские товары, не имеющие аналогов в стране по качеству и ассортименту. С каждым годом количество новинок и заинтересованных в производстве местных товаропроизводителей в округе увеличивается. Сергей Решетников при участии коллег. События.